дорогие мои друзья я приветствую вас на канале вязание я меня зовут юлия я если честно по вам уже заскучала я несколько дней не снимала видео но это совсем не значит что я ничего не вязала сегодня я вам покажу мою готовую работу небольшую совсем и расскажу о пряжи в которую я просто влюбилась один раз навсегда и теперь не знаю прямо даже как с этим жить и покажу вам начало моего нового процесса это кардиган я его вам еще не показывала как делилась только планами в общем давайте обо всем по порядку в первую очередь буквально на днях я вам показывала да на рождество я получила посылку от оли и 1 пух я к это совместное производство компании сарлак и context это эксклюзивная пряжа стопроцентный пух монгольского яков 50 граммов 200 метров работаю я этой пряжи впервые у меня здесь торчит образец я получила всего 3 моточка от оли и она написала юля как соберешься на север свяжешь себе шапку и вот понимаете на север я еще не собралась север сам пришел к нам для нашего южного климата у нас просто леденючая погода у нас минус 18 минус 20 и все это дело с восточным ветром что такое восточный ветер я неоднократно рассказывала да у нас на востоке водохранилище и лед еще не стоит у нас до 7 января было плюс плюс 10 на улице естественно водохранилище не стало и когда вот с 7 января пошли вот эти вот морозы реальные с этим восточным влажным нереально холодным воздухом пронизывающим у меня друзья заледенела дверь входная с внутренней стороны у меня с внутренней стороны в коридоре угол покрылся льдом это там есть отопление в этом коридоре но он не утепленный мы не успели сделать ремонт точнее не получилось возможности не было в прошлом году сделать ремонт утеплить этот коридор у нас даже собака уже три дня находится в доме но не совсем в доме потому что но его пусти в дом он решку такую наведет что я потом год убирать за ним буду мы его запускаем погреться вот он ложится под эту батарею в коридоре греется потом выпускаем он пошел там дела свои сделала опять заходит домой уже несколько дней то есть для нашего южного климата погода нереально ужасная воспринимается не меньше на улице чем минус 25 поэтому я сказала что север пришел к нам сам ну а так как мы люди южные да я только с этого года точнее с прошлого да я начала носить шапки уже в конце сезона и в этом году я их ношу постоянно у меня целых три шапки да если раньше вообще не носила в этом году ну вот я активно ношу муж у меня с сыном старшим не носят совсем сын старший накидывает капюшон и все равно с фиолетовыми ушами муж у меня с кепочкой и в уши невозможные и я вам говорила еще в начале сезона что мне нужно связать шапку для того чтобы хотя бы просто пойти почистить снег в этой шапке которую связала я я вам сейчас ее покажу снег чистить нельзя это кощунство друзья мои у меня просто восторг такой от этой пряжи я вам не могу передать я покажу вам сейчас вблизи да это полотно вот у меня готовая шапка это мужская шапка самая-самая обычная классика макушка шестиклинка в длина изделия 19 сантиметров для моего мужчины по голове никаких в небе не ничего ему это все не идет ему я не могу сказать что ему идут и классические шапки да но когда с отворотами он сказал однозначно нет шапку я связала двухслойную вес друзья вес этой шапки 70 грамм она высохла мгновенно она теплючая она мягчайшая я вам скажу так мои личные ощущения я не знаю как как у вас ощущения мне пух яка понравился значительно больше чем кашемир тактильно он невероятно приятный работать им одно удовольствие петли все ровненькие хорошо идет по спицам теплоотдача от пряжи невероятная но после стирки происходит реальное волшебство сейчас вот в камеру пушок в камеру вам так вот покажу я не знаю я вам все равно на столе покажу это полотно в камеру видно даже петли а когда смотришь глазом петель не видно здесь настолько пух выбивается но вы сейчас увидите да мне было очень сложно посчитать даже плотность вот я я с линейкой на подоконнике у нас солнце светит я не могу не найти ни петлю не ряд ничего и я уже и и лампу подсветку поставила я еле-еле посчитала плотность друзья ну я могу петь только дифирамбы вот посмотрите пожалуйста вблизи друзья посмотрите пожалуйста как раскрывается это пряжа обратите внимание какой выбивается пушок петлю практически не видно нет ее конечно видно но это только после первой стирки понимаете мне кажется после второй стирки пух выбиться еще больше это невероятно теплая пряжа я даже когда работала ею теплоотдача рукам было ну просто невероятная вот сейчас так просто в шапку засовываешь руку как как в батарею честное слово обалденное полотно невероятная нежность легкость легкость самого изделия да ну что такое 70 грамм для двухслойной шапки она невероятная она просто невероятная посмотрите как лежат петли вот линии убавок до 6 клинка их это уже это уже здесь тон был на столе у меня линии убавок куда их практически не видно вы видите это бесподобная пряжа просто бесподобная и вот рядом у меня моточек он абсолютно гладкий вы видите здесь нет никакого пушка и какое волшебство происходит с изделия после стирки это невероятно это просто невероятно плотность рассчитать реально сложно пряжа не косящая резиночка лежит хорошо но я не могу сказать что резинка прямо прямо вот держится ну да она держится но не не сильно не упруга в общем я в полном восторге у меня огромная благодарность оле за подарок за возможность поработать такой пряжи теперь я влюблена однозначно в нее буду искать какие-то альтернативы из пуха яка потому что это просто это просто волшебство друзья я могу ее рекомендовать абсолютно всем посмотрите пожалуйста как выглядит макушка очень классно очень здорово невероятно и друзья когда я связала только образец еще не было у меня готово это изделие я кинулась ночью уже среди ночи потому что образец я вязала уже уже ночь была я мужа ждала с работы и я кинулась искать эту пряжу чтобы купить ее ну во первых шоколадный цвет есть для меня он не не подходит это не это не мой оттенок он меня старит а я думаю но сейчас я найду какой-нибудь серенький во первых я не нашла вообще это было оказывается лимитированная коллег лимитированная партия да и и уже не производят конечно именно в компании сарлак это пряжа есть но цена просто заоблачная просто заоблачная я думала найду серенькую друзья оказывается все не так просто пух яка он вообще не окрашены это натуральный цвет они есть они есть различные в сарлаке да они есть и бежевые и меланж бежевая коричневый там шоколад да ну то есть разные оттенки ну есть сероватые такие оттенки ну цена просто ну невероятная просто невероятно я даже с трудом представляю хотя мне одна женщина написала она правда вязала из пухаяка не сарлака друга другое производство забыла название не буду фирмы не буду вас обманывать она написала что на 52 размер у нее уходит в районе 300 грамм пряжи вполне возможно потому что здесь производитель заявляет от 3 до 5 размер инструмента и вполне возможно что если вязать допустим плечевое изделие то не менее чем четверкой а может быть даже четыре с половиной я взяла бы шапку я вязала спицами 325 резинки у меня были связаны на спицах 275 сначала я когда ее вязала мне казалось она какая-то огромная думаю я не могла ошибиться с плотностью потому что ну прямо огромная муж пришел с работой у меня как раз и ночную смену до муж пришел с работой ну-ка иди к вот померить говорю я не могу понять одевает нормально а вяжешь кажется полотно какое-то огромное нет все отлично все прекрасно она идеально сидит по голове сфотографировать у меня нет возможности он на работе придет он поздно ночью это вся неделя так поэтому я не буду даже вставлять вам фотографии ну и к тому же я могу сказать что шапки но я уже сказала до шапки ему вообще в принципе не идут никакие за исключением кепок ему идут кепки он их и носит но сейчас данный момент он готов носить все что угодно единственное что я не успела она у меня досыхала потому что я ночью ее постирала и вот она у меня досыхала чтобы можно было отснять показать вам да и он уехал на работу не успел ее надеть но он еще успеет у нас еще вся неделя будет ледяная но и зима у нас только началась вот и я друзья в общем стерла пятки до самых колен в поисках вот этой пряжи я ее конечно же не нашла вообще нигде не на остатках вообще нигде искала бобину именно пух я к шерсть я к есть пух если есть то 15-20 процентов составе а мне хочется именно чтобы большое количество было именно пуха я к я даже зашла в свой любимый магазин бобильной пряжи филадон на и у них там есть составы с яком но там шерсть я к там не пух я к в общем если вы вдруг знаете артикул бобильной пряжи или моточная хотя моточную я тоже не нашла в общем если вы вдруг знаете где купить и как называется напишите пожалуйста мне в комментариях я буду вам признательна за эту пряжу не жалко отдать никаких денег потому что это восхитительная пряжа просто восхитительная и у меня осталось еще на одну шапку но не факт если перевести в метра что у меня есть в наличии 300 с небольшим метров вполне возможно ее смиксовать с чем-то и где где-то какие-то акценты пустите в полотне вот она знаете я допустим вязала славе шапку из мериноса она теплая замечательная плотно непродуваемая мама он как мама очень теплая но она тяжеленная а это пух легкий вообще бесподобный так все друзья рассказала вам о готовой работе а шапки но вот так долго тут больше даже не шапки сколько а пряжа потому что это восторг далее я вам недавно показывала буквально в последнем своем вязальном видео о том что я взяла вот эту пряжу до ритаж от компании yarnart новинка сезона и захотелось мне связать из нее кардиган и показывала вам образцы сказала что зигзаг спицах мне не понравился одна женщина мне написала юля но вы же понимаете что в образце это одно в изделии это другое мне достаточно вот сюда посмотреть чтобы понять что мне не понравится это этого достаточно вполне я связала образец крючком и в крючке мне понравилось это пряжа очень и сказала что буду миксовать ее с пряжей от yarnart минг это искусственный мех кстати вот этот артикул я покупала после того как связала кардиган из пряжи трио у меня есть на моем канале мастер-класс на этот кардиган я вставлю картиночку посмотрите пожалуйста и вот в этой пряжи как раз искусственный мех шел секциями мне до такой степени понравилось стирается все хорошо я думаю а это mondial trio и если я не ошибаюсь то уже mondial не производит этот артикул я покупала ее в магазине про клубочки и у меня было 2 мотка 2 до 2 мотка и я связала этот кардиган но я решила найти какой-то с какую-то замену да на акценты вот этот искусственный мех от yarnart он он замечательный уже прошел он испытание стиркой я его добавила в полотно и еще 1 1 1 артикул это yarnart милана я вот здесь вам цвет не назвала друзья цвет 330 и кто не знает это в 50 граммах 125 метров и здесь 25 процентов шерсти и 75 процентов акрила yarnart милана я объединилась газал супер кид мохер обожаю этот кид мохер особенно на подмоз и начала вязать полотно крючком друзья я сейчас вам покажу я отойду стороной для начала чтобы видно было как это смотрится издалека потому что полотно большое вот вот так смотрится мне очень нравится невероятно невероятно нравится посмотрите как красиво играет цвет ну и конечно я здесь все объединила теперь смотрим поближе вот они участки черные которые связаны у меня именно один ряд буквально один ряд связан мехом вязать этот эту пряжу в крючке можно присяду обратно это отдельное удовольствие это два ряда вслепую называется первый ряд это сам мех вот этот вот вяжется он из изнаночной с лицевой стороны одинаково смотрится и второй ряд после этого ряда основным цветом но это реально это реально на ощупь потому что не видно вообще ничего вот и белые вот они полосы у меня идут это пряжа как раз милана с газалом вот так поближе вам покажу видно вам вот так смотрится мне очень нравится мне очень нравится это уже постиранная часть я так понимаю вы поняли да это вяжется у меня основной корпус и он у меня уже готов я им постирала высушила высох тоже очень быстро но за счет того что здесь основная часть составе синтетики но тем не менее я вам скажу что вязала полотну на коленях греет хорошо вот и приятная после стирки вообще приятное особенно в сочетании с мехом друзьям искусственным минк до ярмар это просто классно и полотно очень как сказать богата начинает эксклюзивно я бы сказала начинает смотреться именно когда работаешь разными фактурами пряжи это необычно это броска это ну не масс-маркет друзья не масс-маркет видно сразу и мне это очень нравится цвет бесподобно его хоть и хоть вот вот тогда хоть и в зону портретную хоть и вниз изделия куда угодно в общем вы поняли да основная часть у меня уже отвязана работала я крючком основном основное полотно крючок номер четыре хотя производитель рекомендует здесь крючок номер пять и у меня была смена номеров я вам скажу так но основная часть у меня связано крючком номер четыре кто-то мне сказал юля написали не вяжите крючком полотно будет грубым где грубость вы посмотрите где грубость это обалденная мягкая податливая полотно инструмент решает много хотим чтобы было еще рыхлей берем больше номер инструмента но мне очень-очень нравится бесподобная получилась игра при сочетании однотонной пряжи с пряжей меланжа ну классно смотрится мне очень-очень нравится жду от вас нравится ли вам как играет цвет я вам сказала что для меня вязание вот такими артикулами до курочка рябой как принято это называть для меня это всегда вызов как мы можем связать изделие чтобы раскрыть красоту пряжи для меня цвет в последнее время играет огромное значение вы видите да что многие мои изделия связаны различными артикулами различными фактурами различными цветами я миксую я добавляю я где-то играю полоской где-то еще чем-то где-то техникой на вот и мне это безумно нравится мне надоело вязать ну как не то чтобы надоело я люблю и однотонные тоже да но хочется мне кажется полотно начинает играть совсем по-другому изделия начинает играть совсем по-другому когда есть в нем цвет будь то жаккард будь то не знаю все что угодно да там интарсия и так далее это смотрится лучше интереснее на мой взгляд может быть где-то какая-то отделка контрастная всего лишь это интереснее смотрится нежели сто процентов однотонное изделие но однотонные я тоже люблю вязать и однотонные мне тоже нравится я хочу и очень много если честно начать однотонного но мне нужно мне нужно раскататься с тем что есть да для начала у меня вот это вот вяжется на одном дыхании просто на одном дыхании я думаю что очень скоро он сойдет спиц какая будет дальше идея я вам рассказывать не буду пусть для вас это будет сюрпризом здесь будет все лучшее сразу я скажу так вот и будет также спицы вы участок в общем это вы я вам уже расскажу когда изделие будет готова вдруг у меня не получится да я вам сейчас наговорю вот еще у меня вот как я вам показала голубой проект на начальной стадии там 10 сантиметров отвязана так и есть а к нему не прикасалась и очень много еще хочется начать очень много и я не знаю то ли начинать то ли заканчивать хотя я вот буквально недавно разговаривала соленка на где-то хочу начать мне так хочется закончить все начато я говорю алена хочешь начинать начинай хочешь начинать и и вот я уже себя на мысли поймала что если я не начинаю когда я загорелась потом у меня пыл спадает и почему-то идея которая мне очень хотелось я прям горела ею она у меня уходит на 2 на 3 10 план когда-то я потом к ней возвращаясь на спустя какое-то время вот друзья я рассказала вам чем я занималась в отсутствующее время вот и я думаю что мы очень скоро с вами встретимся и я вам покажу уже готовое изделие хотя работа еще очень очень много впереди на отделке очень много работы ну всему свое время расскажите мне чем занимаетесь вы кто что вяжет в комментариях если вы смотрите меня на дзен и прямо вот составляйте фотографии в ваши комментарии мне до такой степени интересно наблюдать вы-то нас смотрите а мы-то вас не видим а зрителя тоже очень хочется видеть и когда вы даете обратную связь это очень здорово друзья мои дорогие с наступающим вас старым новым годом и до скорых встреч следующих видео всем пока